вот ананасы ты любишь ананасы санта но не консервированные ну братан с теми затратами какие уходят у меня на игры я могу позволить себе только консервированный ананас свежесть не такой дорогой но те игры которые я взял тоже были не такими дорогими однако многие из них растут цене как ананасы так смотри последний ананас который я брал он весил 2 килограмма и спел 200 рублей давай в этом выпуске мы все это будем взвешивать и говорить сколько это весит нет сколько это в ананасы потраченных денег один ананас по весу игры разные и смешные и упоротые и о них сегодня мы поговорим это я дэн это санта и это выпуск total score погнали погнали короче димон это был обычный рейд ну знаешь в духе того что 10 или 25 зарплата или аванс я поехал к лёхе изначально потому что он говорил дэн есть одна игра она тебе понравится и север который тебе не нравится конечно и они есть у тебя столицы конечно поехал вот за этой штукой это игра один из нас под заголовок игра года прикол в чем в том что есть этот под заголовок игра года так есть у меня простая версия одни из нас там такого не написано сериала да тут есть код вот как раз этими дополнительными материалами и мануальчик в общем-то все такое же как это в остальном все то же самое диск у меня сейчас в приводе несмотря на то что вторая часть уже взрывается да я вот решил посмотреть что там впервые было но сюда как она на тройке на диске крутится в общем за это игрой ехал обошлась она мне в 300 рублей полтора на носу для издания игра года это нормально все дополнительный материал это вот оставшиеся позади глава предыстория для одиночной игры набор карт для сетевой игры заброшенной территории и возвращенной территории и режим реализм на сверх высокий уровень сложности для одиночной игры вот это и есть то самое что вот на этом ваучере находится на самом деле видел у барыг за 1200 рублей бывает 300 рублей добавлено конечно круче сил довы иметь когда ты уверен что вот этот котик да да пофигу очень мне тоже насрать мне вот главное на мануале тоже написано видишь игра года ну ты ее не прошел еще мне кажется вообще фиг да нефиг управлял я ее проходил я об этом же говорил и как по мне тут пишут свыше 200 наград игра года ты серьезно но типа какого-то драматизма тут прям такого что вау нету нету это не кино даже в хеви-рейне драматизма больше чем в этой игре тут все шаблонно и все предсказуемо хотите поспорить пишите об этом в комментариях а мы идем дальше погнали когда приезжаю к лёхе ты знаешь он такой хороший парень он говорит дэн давай говорит ты чё нибудь когда ты приезжаешь к лёхе чего блять а я ебу когда ты приезжаешь к лёхе когда деньги есть когда я приезжаю к лёхе он ко мне всегда типа дэн привет рад тебя видеть опять приехал уничтожать свои деньги игру лёх а есть что-нибудь чтобы побольше увести и поменьше потратить да есть я даже дергаться не стал игру сейчас опасно говорит слово редкая она не редкая редкая но погоди погоди фифа нет еще 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 нхл нет погоди бейсбол нет какие нет вообще ни один спорт сюда не уходит брата ну-ка я заинтересовалась редкая но в общем может она не играл но на диске вот как-то тяжеловато увидеть это ты это ты игра для playstation это эксклюзив который у них выходил по технологии play link который провалился с треском это вот это вот на смартфоне да вот это в руки вырвать и в жопу лоткнуть тому кто придумал эту срань видишь вот виде как бы какой-то викторины же в этот самый как же его как это скрытая повестка моего повестка дома игра и там еще хоть сюжет здесь все чисто между собой чем то есть вернее короче настольная игра до телевизоре да на самом деле вот так выглядит комплект я видел ее в продаже прям вот на диске мне кажется людей специально свои на обложке там прям портретами они сделаны потому что им угрожали видимо хотя возможно фотки со стоков вообще взята хрен его знает но эти по счастливые вот эти два вообще пипец какой вот это навалило по моему дверь мне запили дверь мне запили запили надо ставочку да да это все рейтинги на самом деле хочу сказать про саму игру как издание я очень много раз санта видел что-то игру просто так давали ее давали два раза в плюсе ее давали бесплатно виде кода внутри анчарта до 4 она прямо на диске была наклейка чтобы бесплатно ее выдавали в безымянном короче синем кейсе я знаю почему это сейчас теория заговора раскрыта смотри эта игра подразумевает то что ты вставляя ее тебе игра говорит тебе нужно приложение и вот наши заморские друзья таким образом собирают данные приложение только доступ к камере да на микрофону на геопозиция на банковская карта да пожалуйста и все вот так нас слушают ребята нас слушают и смотрят я не знаю смотря на эту игру я могу сказать только одно что не моча то говно ставлю на полку забываю через годика в 5-6 покажу все охрене я удалился приложение по моему были а я не ставил идем дальше значит следующая игра однозначно интересно ты проходил да я ее проходил весь на ps3 проходил два раза я взял ее знаешь почему потому что она немножко отличается так погоди-ка вот предыдущая сколько стоило вот то за сотку мне лёха отдал пол ананаса пол ананаса ну килограмм ананаса ладно это томбрейдер томбрейдер кстати был дорогой пятихаточек но я сторговался за 400 два ананаса за 400 но у меня есть томбрейдер уже тоже у меня тоже но на жестком диске а у меня вот подержи взял я и ребята вот этот диск чтобы он был вот там среди всего потому что у меня есть отдельная полка и там стоит вот такой вот survival survival edition и я не вижу сам диск и он по моему немножко отличается хотя не факт он такой же высокой же до такой же диск абсолютно вручную еще запутать хочу 8 я решил взять еще один чтобы был ну знаешь на крайний случай как дубль всегда можно поменять игра такая игра блин перезапуск перезапуск один из успешных и тут кстати в отличие даже атласов вас вот реально я не знаю по моему в этой игре лара крофт она все-таки немножко так скажем сопереживает тому что ей надо убивать людей вот это типа девочка там ученые ли кто там она но и как бы вот ввиду обстоятельств ей надо валить потому что либо ты либо тебя и тут хоть как-то это показано с точки зрения там режиссёра и сюжета last of вас ну кому да прошло там сколько-то лет и типа все настолько отбитые что ходят всех валят ну короче вот эта игра прикольно я ее два раза прошел вот пластов вас первый пытаюсь сейчас пройти второй раз на ps4 не получается а вот эту я бы прошел наверно перепрошел уже она же есть на ps4 definitive edition называется издание в HD вот я бы наверное прошел бы в общем за 400 рублей взял не раздумывая отличная игра хит была но как бы на полке среди всех дисков не было короче пустая трата денег да значит когда приезжаю к лёхе у него всегда xbox 360 ps3 где-то там есть xbox one в углу и несколько игр на ps4 а тут я увидел кое-что белое который потом у короче история история этой игры называется она принцесса лягушка и лягушка но и не читается просто принцесса лягушка история этой игры упирается очень далеко в первое видео на канале станислава андреевича это би муви гейм короче он говорит что много игр которые нахрен не нужны что типа знаешь когда берешь поначалу начинаешь коллекционировать то ты берешь все подряд а по факту вот игра по какому-то мультфильму эти пчелы вот это вот из серии принцессы лягушки принцессы лягушка он называет все такие игры которые знаешь ну не нужны так принцессы лягушки короче я называю их куча везде меня так это почему-то вот лампово заделось тех времен я помню смотрел угорал принцессы лягушка марио шмарио я взял принцессу лягушку чтобы помнить о том что не надо брать все подряд берегите себя этот диск у меня теперь будет стоять фронтфейсом вот так чтобы я помнил что не надо брать все подряд бери его с собой вот это самый лучший вариант так что если стас дошел смотришь то что вряд ли конечно но знаю принцесса лягушка работает в обратную сторону а так это игра для вии по диснеевской какой-то франшизе сказочка была я просто не смотрел ну слышишь у нас как бы была адаптация так скажем царевна лягушка ага типа того как-то дурачок спалил в шкуру ну может быть и не зря на самом деле тут смотри во-первых семейная игра и друзья двадцать пять мини игр для четырех игроков интересно а тут можно надуть лягушку через соломинку а играешь с помощью ребята так делали да да еще на муравьев ссали и срали да ужас в общем да ребята лучше не надо ссать на муравьев и надувать лягушек и надувать лягушек да надувать лягушек лучше поиграйте это смешно но это плохо это плохо hello darkness my old friend так ну выбирай какая тебе нравится игра какую ты хочешь сейчас посмотреть так вот эту почему именно эту ну просто принцесса и лягушка ну давай бери тут хер знает ну тебе нравится формат вид подержи в руках даже в руках не хочу держать ну приятный да нет ну у меня вон вид там где-то полка есть там все такие игры ну идем дальше это своя вселенная для особенных людей за три сотки взял полтора аранаса вот это да не стоит она причем Леха сказал что Дэн извини дешевле не отдам игры в подсчете вии вообще сейчас берут я говорит начинаю покупать берут у него там всякие были эти метроиды понял ну метроид это метроид а лягушка то че вот всякое 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 он говорит все берут игры все на вии берут игры короче давай дальше 300 зачем ты купила себе именно эту игру друзья оценят да да ужас Станислав Андреевич привет не так давно мужики с канала классик мини сняли обзор командора 64 мы наконец прибыли в берлево ведь ну здорово а для тебя лень я Дмитрий Андреевич понял формат не для всех но для всех тех кто помнит олдскульные обзоры в лучших традициях гамовера и бонуса а также здесь принимают участие разные видеоигровые блогеры и обзорщики и я не стал исключением Дэн с канала май ретро дейс мужики мужики предложили поучаствовать в этом проекте я конечно же с удовольствием согласился рассказал про свои детские воспоминания и про то что в принципе меня связывает с этим компьютером командором наверное даже не игры а музыка потому что многие тайтлы на НЕС из детства мне запомнили своим музыкальным сопровождением это тот же самый Арбакоп не обошлось и без старых добрых игр с восьми биточки и отсылок к ним это все проекты компании Ocean Software и ребята из Ocean Software делали вот всю эту музыку ну и немного даже обсудили мою коллекцию видеоигр я действительно рекомендую вам зайти и заценить этот канал самого смотрю мужики реально стараются и получается у них просто отлично так сейчас никто не делает ссылки на канал есть в описании под видео как это понимать продался реклама реклама дурак что ли это товарищи мои больше таких сюрпризов не будет нет будет еще один сюрприз сюрприз мазафака еее такой игры у меня не было это мега мозг блин как говно не знаю вообще я смотрел как то по телевизору показывали это все мега мозг это мультфильм разработчик выступил здесь THQ ну они нормальные ребята но мне кажется что игры которые сделаны по мультику в современном виде это как игры от LGM ну короче вы сами все прекрасно понимаете еще и галыш еще и галыш сколько стоил? за 300 это опять полтора ананаса да полтора ананаса и полторы тысячи именно столько стоит ты вот мог с той игрой взять и это было бы три ананаса полноценных и это было бы намного больше пользы чем от этих игр ну я ребята вам скажу не осуждайте естественно не мультфильм до конца не смотрел играть в это я тоже не собираюсь даже если поверю вам на слово что игра стоит того не хочу даже включать не стоит взял лишь только потому что этой игры у меня не было на библиотеке в моей вот на полке и она мне нужна потому что я собираю максимально playstation 3 сколько вот смогу найти да все и так это знают уже да и 300 только вот потом в следующий раз увидишь такой же полнокомплектный и возьмешь и его 300 рублей я взял бы его и раньше в одном магазине ценник был 890 во втором 1200 ну за 890 силдовый надо было брать нет бэушный 1200 силдовый бэушный 800 причем ценники не меняются и там такой мужик мерзкий он меняет только детские только на детские понимаешь ну что у него проблемы какие вот наруто ему приносишь он говорит наруто это не детская трансформер это не детская ледниковый период детская мега мозг это детская так что если у меня найдется такой полнокомплект потом я просто поеду поменяю тоже на что-то дорогое детское все детские игры у него в цене от 800 до 1000 прикинь больной бывает в общем вот за 300 я рад что за 300 пусть и голый насрать на этом заканчивается дичь продолжаем так так ну для чего можно было бы подписаться например на мой инстаграм тут выходит какие-то фотографии жизни которые уже были и еще только случится ну и конечно же вы не пропустите стримы потому что всегда приходят уведомления так же я делаю превью и вы можете посмотреть ролики немножечко заранее в общем вы знаете что делать так да сколько мне нравится приезжай да я поехал так ты знаешь я ни разу не пожалел впрочем как всегда потому что для нашей зоны нашей зоны русскоязычной эта игра стоит того искомая стоит стоит она 990 рублей за б.у. и это дешевле средних цен потому что ценник доходит до двух с половиной тысяч ну короче тысячу рублей ты отдал да тысячу рублей отдал это пять ананасов это фоллаут третий причем издание то не простое рейтинга то нет оооо ты бы видел хоть одну игру без рейтинга и фишка в том что это издание от 1С оно полностью озвучено на русский язык это русская версия игры та самая которую все ищут и все говорят а у тебя фоллаут какой на русском она именно из-за этого и набрала цену и вот это понятие редкое hard to find rare game в нашем регионе она очень для наших как бы собирателей почему если она делалась для нас потому что этих версий просто пять шесть семь все в отличии от того что стандартных да хрен их знает сколько их не встречается вообще почти нигде а если ты ее видишь она стоит две с половиной и за три могут поставить фоллаут три три тысячи почему бы и нет очень много оленей 2999 рублей в городе Санкт-Петербурге на проспекте авиаконструкторов если мы полистаем то увидим достаточно много разных версий этой игры вот в Томской области за пятихаточку какая-то в рукаве или стилбук вот еще одна за 500 вот американка за 990 коллекционочка за 6 вот два просто разрыва шаблона две пятьсот за европейку и две тысячи опять же за русскую но в Самаре видимо не все понимают почему игра стоит так дорого и ставят даже порой на обычную версию ну вот тут три тысячи смотрите да Ростовская область магазин джойстик 161 крайне не рекомендую этот магазин потому что куплено это было все с рук и продается теперь в три в четыре а то и в пять раз дороже 2999 Санкт-Петербург полностью на русском в отличном состоянии да эй гладкая морда тебе что-нибудь нужно? за такую цену? нет спасибо да может выпить? нет хоть что-нибудь? нет ну хоть что-то пошел ты на хуй со своим магазином но я взял за 990 и спасибо что Андрюха позвонил что такая игра была тут рассказывать про игру даже не смысл кстати мануальчик то прикольный цветной вообще полностью да все рассказано не стыдно вот за это не стыдно поэтому цена такая вот что ну только из-за адаптации причем ребята сами знают что эта игра не стандартная такая уж прям как каждая вторая и поэтому и цену такую поставили очень хорошему но да диск вообще для служебного пользования так точно приятный вид что а есть у тебя такая или не было? или опять еще русская не было ясно понятно обычная была американец или европейец и вторую игру я тоже взял идем дальше следующая игра обошлась мне в 400 рублей два ананаса это Medal of Honor Warfighter limited edition с бетой Battlefield 4 на диске и здесь мы в роли наемника тут достаточно интересный сюжет именно на это Medal of Honor напирает в отличии от каких-то других шутеров многих какой сюжет? глобальный бегать и валить всех? нет он закладывается в катсценах вообще изначально тут заговор я не знаю я не играл но я знаю что придется и на лодке покататься ооо и в чем фишка прикол и групповое фото сделать? эээм да вот она групповое фото то что я говорю есть прикол в том что вот такой вот Warfighter выходил в разных изданиях а был и мужик без маски в очках и с бородой и без бороды то есть вот какие-то вот отсюда все в каждой стране как мне говорили собери свой семейный альбом у меня сейчас их три уже по-моему три разных короче ты вот показываешь мне кажется все игры которые уже до этого были ну просто ты уже начинаешь повторяться вот что вот это мне кажется главная проблема не знаю такой обложки у меня еще не было Warfighter вот даже на линкер парк саундтрек саундтрек да ребятам написали новый универатный альбом игра конечно ребята ну достойная вообще я посмотрел по геймплею первые несколько уровней очень активная игра там начинается с порт порт какой-то контейнеры падают в общем вагон разгружаешь тип того с помощью винтореза ясно понятно вторая игра которую взял там же у андрей за 400 продолжаем продолжаем по классике жанра каждый раз после того как я еще могу что-то себе позволить я еду до последней точки где все мои деньги уйдут тоска и печаль увидел обложку понял что у меня такого нет супер конечно и извращенная что-то нагородили это атаки такт орнамен 2 но он реле он прям прям весь заклеен магазин бруталити это вот где-то там я видел такой есть не у нас тут какая-то лишь четвертая категория то есть ну типа игру по категориям кто-то постал сделать она очень плохо отклеивается то есть у меня есть специальная пшикалка чтобы отклеивать стикеры ну у меня тоже есть в общем самой игры у меня такой конечно же не было не было и текенов выходило не так много текен стрит файтер выходил кросс икс такой потом выходил текен вот так турнамент 2 и текен 6 по-моему и все и все три текена я думаю шестого текена у меня до сих пор нету как бы это не смешно окей так мужики стопе я знаю что вы начнете бомбить я не забуду сказать про текен гибрид который выходил в европе и в америке с разными каверами здесь был например так турнамент 1 hd и так пролог достаточно редки текен революшен который в живую не видел но он есть 리 �ander иногда смогми новости чтобы купить подешевле и продать подороже обратно ну заканчивайте верить уже в эти бредни но это игры даже не существует на физическом носителе они короче это игру на слух покупают что же вы сашку ты не слушаете не бывает никаких редких игр а если даже и бывает то выглядят они примерно так в вашей фантазии не смешите меня в лучшем случае вы могли бы в свое время наверно купить вот такие вот коины на которые покупаются всякие ништяки для бойцов но это вряд ли в нашей стране завязывайте вы уже с этими редкими играми а также не забудем упомянуть сборник fighting edition где был и так турнамент и тэккен 6 и даже сок либо вернемся к тэккен 6 потому что он был в америке и в европе как вы видите с разными мать его каверами да и даже разные каверы были для так турнамент 2 вот это что-то типа азиатских а вот это типа европейский но в этот раз под названием vrt king edition но вот как их все собрать это без учета коллекционок и стилбуков окей я не фанат файтингов но что лучше играть на консоли или на аркадном автомате но лучше играть на консоли аркадным стиком отдельно продается аркадный стик специально для ps3 и ребята ездят на чемпионаты со своими аркадными стиками ну так чужой стик-то теребить конечно очень важно чтобы но кто-то играет с контроллера я не знаю димон честно признаюсь я даже включать не буду я не фанат тэккена мне нравится mortal kombat уж больно то пошло взял рублей за 500 по моему его он был дешевый видный ананаса вот и вторую игру которая внизу в пакете я тоже взял там же это магазин геймбайк вот это меня порадовало конечно хотелось бы коллекционку с рулем с таким куда вставляется там геймпад или мух уже не помню но серия монстр джемп а именно под об destruction судя потому что делал активизм что-то веселое и бодрое не могу сказать наверняка но по весу тяжеленькая увесистая выглядит приятно состояние отличное полный комплект с мануалом мануал цветной частично там по-моему наклейки какие-то есть которые можно наклеивать я не ошибаюсь да да вот это прикольно есть несколько наклеек которые можно склеить и наклеить мне кажется уже части не так да не знаю даже не факт может и нету несколько кто-то снял вполне возможно игра про монстр траки я думаю все вам в детстве нравились вот эти монстр траки мощнейшие там джипы которые давят другие там тачки дохлые именно поэтому это тоже большой плюс но этим лучше переболеть в детстве согласен после после 17 лет мне кажется в это играть уже не особо интересно ну да да хотя я не знаю может рейтинг поставить 3 3 3 плюс 3 плюс ну ну вот детская игра я не знаю вообще насколько она крутая серьезно по геймплею смотрел очень смутно у меня просто такой не было я взял но но в принципе наверное весело вот ну вот все пакетик пустой соответственно вот столько игр получается раз сколько ананасов можно было купить свежих 9 да и 9 игр всего лишь 9 игр в принципе по бюджету это получилось но не так дорого но и не так дешево как я хотел не так дешево но все-таки считаю что топом этого выпуска является вот этот диск русскоязычная версия полностью на русском игры fallout 3 а самый хреновый игрой является ну ладно мега мозг если у тебя его не было то ок но томрайдер дубль я не знаю зачем его брать но он идентичный абсолютно зачем он нужен да да ну может быть и лишняя покупка но с самым дном наверно мега мозг наверное хотя нет но это либо вот это либо принцесса лягушка но это чисто такая знаковая покупка как бы чисто в прикол чтобы помнить что не надо брать дичь всякую надо взять дичь всякую чтобы не брать до противного такие вот дела такие дела такие игры обязательно пишите внизу в комментариях свои мнения по поводу как часто вы берете игры которые у вас уже есть до дубли или с другими обложка не нормальная история нормальная история зато я ем ананасы а мог бы есть натуральные ананасы ладно всем пока до скорых встреч подписывайтесь ставьте колокольчик и комментарий внизу вы знаете что делать пока к а а